Всем привет! Вы на канале Технолинк, и в этом видео мы рассмотрим 6 лучших игровых наушников с сайта Алиэкспресс. Ссылки с максимально актуальными ценами я собрал для вас в описании под этим видео. А вы в свою очередь можете поставить лайк и подписаться на канал, тем самым вы очень сильно меня поддержите. Ну а если ты уже подписан, тогда усаживайся поудобней, а мы начинаем! На седьмом месте поместились Caution EACH J2000. Наушники упакованы в красивую коробку синего цвета. В комплекте с гарнитурой идет только документация. Габариты устройства довольно крупные. Наушники имеют три вариации расцветки. Черно-синяя, бело-красная и черно-оранжевая. Корпус выполнен из пластика, и на нем нанесены знаки левого и правого наушника. На левой стороне установлен микрофон. Устройство имеет светодиодную яркую подсветку. Пенополиуретановая прокладка на подголовке и чашах обеспечит комфортное пользование. Величина обхвата также регулируется с помощью металлических шарниров. От перегревания ушей защищает сетка внутри амбушюр. Устройство оснащено тканевым кабелем, длиной в 2,2 метра. Он имеет три выхода. USB для подсветки, а два миниджека для самих наушников. На самом же кабеле разместился ползунок регулировки громкости. Чтобы включить микрофон, нужно нажать на отдельную кнопку. Он может выдавать звуки от 20 до 20 тысяч герц. Звуки хорошо акцентированы на средние частоты, но низкие немного приглушенные. Детализация звука довольно четкая. В играх это помогает определять откуда идет враг. Закрытые чашки защищают от посторонних звуков. Наушники дадут громкий звук и хорошее качество вывода звука через микрофон. Но они не подходят для прослушивания музыки. Caution и J2000 подойдут в большей части для геймеров. Ведь микрофон отсекает лишние шумы и ими комфортно пользоваться даже долгое время. Но без минусов не обошлось. У наушников нет совместимости с приставками. А для ноутбука придется покупать переходник. Еще одним минусом являются его габариты. Поэтому он и занимает последнее место. Минимализм здесь проявляется во всем. Начнем с комплектации. Здесь нет никакой лишней бумаги. Все просто. Это сама гарнитура и документы. Дизайн наушников также придерживается минимализма. Черный глянцевый корпус разноцветный, приливающийся светодиодной подсветкой. В центре самих наушников расположен светящийся логотип. Регулятор громкостью установлен на наушнике. Мягкая часть все из того же пенопулеретана. Но здесь уже с памятью. Подключение к компьютеру осуществляется все так же через два миниджека и USB провод для подсветки. Микрофон отдельно включить нельзя. Но зато, как я говорил ранее, на шнуре регулятора громкости нет. Шнур здесь плетенный на 2,2 метра. Звук воспроизводится также от 20 до 20 тысяч герц. Звучание довольно чистое. Так что можно будет насладиться качественным звуком. Микрофон звук передает также четко. Что позволит вашим тиммейтам вас хорошо слышать. Наушники могут подойти для прослушивания музыки. Но удивительного звучания вы не получите. Havit вполне неплохое устройство. Хорошее качество звука в играх. И отлично передаваемый звук. К минусам можно отнести лишь отсутствие отключения микрофона. На пятом месте у нас SADIS A6. В комплекте с устройством идет диск с драйверами и инструкция. Наушники полноразмерные. И обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Конструкция к голове прижимается не слишком плотно. Амбушюры изготовлены из плотного кожзама. В них комфортно сидеть долгое время. И уши не потеют. Корпус изготовлен из матового пластика. И он довольно крепкий. Обратная сторона покрыта сеткой. Под которой находится подсветка. Длины кабеля вполне достаточно. На нем имеется пульт. Благодаря которому можно отключить микрофон или звук. А также настроить громкость. Подключение к компьютеру осуществляется через USB вход. Сам кабель не тканевый. А простой прорезиненный. Кнопки на пульте подсвечиваются. В самом же пульте находится звуковая карта. В данных наушниках имеется функция виртуального звука 7.1. Можно выбирать различные эффекты. И виртуальные источники звука. Данный пункт будет лучше отключить при прослушивании музыки. Так как появляется искажение звука. В играх звук передается точно. Плюс к этому его можно отрегулировать в настройках. И высокие, средние и низкие частоты воспроизводятся хорошо. Звук получается не плоским. Но при высокой громкости воспроизведения. Звук может похрипивать. Подводя итог по CEDES A6. Стоит выделить, что за хорошую цену устройство имеет встроенную звуковую карту. Хороший звук и стильный дизайн. Стоит рассмотреть его к покупке? Конечно стоит. На четвертом месте расположились ZOP N43. Наушники выглядят внешне очень стильно. По сторонам самих ушей расположились светодиодная эмблема. Которая может светить от семью разными цветами. От внешней среды ее огораживает металлическая сетка. Амбушюры и подкладка на голову изготовлены из кожзаменителя. Это обеспечивает долговременное комфортное ношение. Микрофон здесь выдвижной и прячется в наушнике. На этом же наушнике установили колесико регулировки громкости и включения вибрации. Но о ней позже. Длина провода стандартная и составляет 2,2 метра. Он не тканевый, а простой прорезиненный. Подключение также происходит через USB порт. На кабеле нет пульта. Но все элементы управления переносены на наушники. Как я говорил ранее, на них имеются колесико регулировки громкости и кнопки включения вибрации. Про регулировку пояснять не стоит. А вот про вибрацию можно рассказать. Данная функция позволяет максимально погрузиться в атмосферу. Та вибрация, которая при игре передается на джойстик, теперь будет воспроизводиться и в наушниках. Zop N43 также имеет 7.1 виртуальный объемный звук. В настройках можно поменять режимы звучания. Но это было и ранее в топе. Микрофон с активным шумоподавлением. Как и в обычных наушниках, он может регулироваться. На выходе звук из микрофона получается качественным, без ярко выраженных шумов. Воспроизводимый звук также получается четким, ярким и насыщенным. Zop N43 стоит рассмотреть к покупке даже благодаря своему дизайну. Звук микрофона и звук из наушников очень качественный. Помимо этого, наушники обладают интересными дополнительными функциями. Тройку лидеров открывает Asus TUF Gaming H3. Наушники приходят в черной картонной коробке с краткими характеристиками. Сразу среди этого списка можно заметить силуэт джойстика с надвисью PS4, который уже намекает на фишки устройства. Их дизайн с трудом можно назвать стильным, но то, что он эстетичный, это точно. Есть четыре цвета на выбор. Серый, белый, синий и красный. Выбранный цвет окрашивается только ограничитель наушников. Оголовье выполнено из прочной нержавеющей стали. Микрофон не складной и вынесен на палочке. Динамики не круглой, а более овальной формы. Вес устройства не слишком велик, почти 300 грамм. Амбушюры изготовлены из искусственной кожи и наполнены пеноматериалом. Помимо этого, имеется эффект памяти, что обеспечивает комфортное использование. Длина шнура уже поменьше, всего 1,3 метра. Он также не тканевый, а заключен в мягкую резиновую оплетку. Коннектором служит всего один мини-джек, который отвечает и за звук, и за микрофон. На нем нет пульта управления. Элементы установлены на чаше. Здесь и регулировка громкости, и отключение микрофона. В ASUS TUF Gaming H3 устанавливаются особые 50-миллиметровые динамики от ESSENSE. В паре с герметичными акустическими камерами, они выдают красочный и реалистичный звук в играх. В TeamSpeak и Дискорде микрофон придет голос без искажений. На выходе он чистый, и его приятно слушать. ASUS TUF Gaming H3 неплохой девайс для любителей поиграть в игры, или посмотреть видео в наушниках. К достоинству модели относительно высокое качество микрофона и звука, мягкие накладки и малый вес. Ну и конечно, совместимы с различными консолями. Конечно, нет подсветки, но в этом дизайне она бы смотрелась неуместно. Второе место занимает HyperX Cloud Stinger. Наушники приходят в солидной упаковке. Сверху перечисляются совместимые устройства. Дизайн самих наушников максимально минималистичен. Нет никакой подсветки. Все, что бросается в глаза, это красный логотип HyperX. Чаши могут вращаться в различные стороны, чтобы найти оптимально удобный угол. Корпус полностью изготовлен из пластика. Микрофон никуда не прячется, а может только подняться вверх, чтобы не мешать. На правую чашу вынесен причудливый регулятор громкости. Он здесь в виде бегунга с плюсами и минусом по краям. На верхней части установлена накладка с эффектом памяти. Благодаря ей наушники комфортно сидят на голове. Как я говорил ранее, микрофон можно поднять. Но помимо того, что он не будет мешать, он и выключится. Провод здесь 1,3 метра. На нем нет никакой тканевой оплетки. Он просто резиновый. В комплекте идет удлинитель провода на 1,7 метра. И на выходе получается такой огромный кабель в 3 метра. На нем нет никаких пультов. Все, как говорилось ранее, вынесено на чаши. Производитель пытался выиграть на всем. Звук хорошо выдает высокие и средние частоты. А вот басы здесь хромают. В играх они, конечно, не нужны. Но вот текущие характеристики звучания позволяют слышать в кэс не только шаги противников, но и приключения снайперского режима. Данные наушники неприхотливы к источнику. У них имеется встроенная аудиотека. Качество микрофона тоже хорошее, но не идеальное. Ваши собеседники не будут вас переспрашивать. Но вот с чувствительностью стоит поиграться. Компания Kingston пополнила свой модельный ряд еще одной качественной гарнитурой. HyperX CloudSinger – отличное устройство для домашних геймеров. Если не брать это в счет, то качество звука микрофона на высоте. А этого вполне достаточно. А лидером топа становится SteelSeries Arctis 1. SteelSeries Arctis 1 выглядит премиально. Эти наушники имеют четко выраженные формы. Корпус изготовлен из качественного пластика. Но есть также и стальные элементы. Например, на подголовнике. Для удобного ношения присмотрена подушка из эко-кожи на оголовье. Длина и положение чаш можно регулировать. Ну а вот сложить наушники нельзя. Но вот амбушюры здесь выполнены уже не из кожи, а из мягкой ткани. Благодаря этому материалу уши не потеют. Жесткость конструкции чувствуется даже в максимально широком положении. Микрофон не встроенный. Его при желании можно отключить. Подключается он к наушникам через порт миниджек. Регулятор громкости установлен на чаше. Здесь расположилось отключение микрофона. Длина кабеля маловато. Всего полтора метра. Он довольно тонкий. И без какой-либо защитной тканевой оплетки. На его окончании расположены два миниджек кабеля. Один для микрофона, второй для самих наушников. SteelSeries Arctis 1 не имеют никаких дополнительных драйверов. Звук хороший, но единственный недостаток это нехватка басов. В различных жанрах играх наушники ведут себя по-разному. Например, в жанре экшен не хватает как раз таки басов. Конечно, вся эта оптимальность устраивается посредством эквалайзера. И все стоит более чем отлично. В музыке все совсем иначе. Четко выражены средние и высокие частоты. Ну а басов все так же не хватает. Заявленные характеристики частот. От 100 до 10 тысяч герц. Имеется функция шумоподавления. И все посторонние шумы отрезаются. Микрофон подойдет и для общения, и для стримов. Силсирис Арктиз 1 устройство отличное. Строгий внешний вид выглядит круто. И имеется контраст в топе. Прежде всего, стоит отметить баланс в виде цена-качества. Есть множество факторов, которые выделяют микрофон на фоне остальных. К таки можно отнести микрофон по технологии авиации. Конечно, совместимость с консолями это отдельная галочка. В топе были собраны устройства для различных юзеров. От домашнего геймера до профессионального стримера. Различных дизайнов. От яркого до строгого. Различных характеристик. От обычного качества звучания до авиационного микрофона. Есть что выбрать каждому из вас. Ну а если я помог вам при выборе наушников, то можете поставить лайк и подписаться на канал. Не стоит забывать, что все актуальные ссылки на эти уши я собрал для вас в описании. А если вы обладатель каких-либо наушников из списка, то можете поделиться своим мнением в комментариях. Вы были на канале Технолинк. Но я с вами не прощаюсь. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»